День с толком Постоянно опаздывают на работу, жители Барнаула жалуются на переполненные по утрам автобусы. Титов арену скоро откроют, а позволят ли детям вернуться туда на тренировки или они продолжат заниматься на краю города? Только один надрез. Алтайские хирурги осваивают щадящий метод проведения операции на сердце. Невозможно уехать на работу. Автобусы переполнены. С такой жалобой в редакцию толка обратилась жительница Барнаула. Девушка живет в районе Павловского тракта и с начала осени не может вовремя приехать на работу. Автобусы 19 и 20 маршрутов сильно перегружены. Так ли это и можно ли проблему разрешить, выясняла Полина Жданова. Говорят, на Павловском тракте с сентября по утрам только две проблемы. Это пробки и переполненные автобусы. Люди не могут залезть с утра практически ни в один маршрут. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот, пожалуйста. И сейчас попробуем, наверное, сами. Но очевидно, что мы этого не сделаем. Чтобы уехать на работу, горожане выходят из дома на остановке за час, а то и за два. Чтобы не опоздать. Переполнены как малогабаритные, так и большие автобусы. Самые загруженные маршруты – 19 и 20. Барнаульцы говорят, осенью проблемы с транспортом по Павловскому тракту возникали ежегодно. Но в этот раз дефицит автобусов ощущается острее. 20 маршрут. Сесть невозможно вообще. Идет далеко. 19, как говорят, урезали. То есть вот в это время, начиная с 7, уехать фактически невозможно. Там либо третий, либо четвертый автобус. И условия поездки оставляют желательно. Сейчас, да, похожая ситуация, чем в прошлом году. Сейчас, конечно, сентябрь. Потом должно стать немножко полегче. Но в прошлом году было проще уехать гораздо. Десять автобусов пропускают в своем 5 утра. Это ужас просто. На каком ездите? На 20-19 до центра. Часто опаздываете из-за этого? Да, очень часто. Мы можем на полчаса, можем на час даже опоздать. Помимо городского транспортного комитета, за выход автобусов на линию отвечают и частные компании. Мы связались с представителем 19-го одного из самых дефицитных маршрутов. Оказалось, машин достаточно, но они не могут вывезти их на линию. Катастрофически не хватает водителей. Кадровый голод пытаются решить любыми способами. Никак это не решить, эту проблему. Если вы замужем, приводите мужа. Это проблема всего города. Не хватает водительского состава. Работа сложная, тяжелая, люди бегут. В администрации Барнаула нам сообщили, что 20-й автобус выходит на линию в том же количестве, что и обычно. Просто ему удлинили путь до поселка Лесной. Соответственно, вырос и пассажиропоток. А на 19-м, чтобы решить проблему, требуется минимум четверо водителей. Власти также сообщили, что в планах после ремонта дороги на улице Солнечная Поляна оборудовать новые остановки и выпустить либо дополнительные автобусы, либо вообще создать новые маршруты. Возможно, коллапс с общественным транспортом в отдаленных уголках города. Всего лишь временные трудности, которые просто нужно переждать. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. В данном случае кто-то может сказать, дождались. Краевой дворец спорта, вернее уже Титов-арена, откроется через неделю. 26 сентября зрителям обещают световое шоу и первую встречу сезона нового клуба «Динамо Алтай». Событие, конечно, долгожданное, только рады ему не все. Родители юных хоккеистов и фигуристов боятся, что их дети продолжат тренироваться в Карандино-арене на краю города. Ребенку вообще не принципиально, где заниматься, ему главное заниматься. А для мам ребенка Екатерины это вопрос принципиальный. Как и другие родители, последний год она возит своего маленького хоккеиста на единственную оставшуюся ледовую площадку на другом конце города. Когда началась школа, пошли в первый класс, это стало невозможным. Я понимаю тех людей, которые годами ездили оттуда сюда, но мы территориально здесь жили, нам здесь было удобно ходить. В связи с этим мой ребенок уже больше хоккеем не занимается. Хотя каждый день дома он с хлюшкой бегает. Полгода назад дворец спорта пришел в частные руки. Новый хозяин взялся за реконструкцию. Хоккеистов приютили в Ледовом дворце Карандино-арена. И если ничего не изменится, говорит директор детско-юношеской школы Алтай Павел Еремеев, через несколько лет юные хоккеисты будут в дефиците. На набор приходит не 60 детей, а 30. Сказывается отдаленность базы. К тому же лед делят 400 воспитанников школы, профессиональные хоккеисты и любители. В первую очередь занятия мы выставляем с обеда. А 13 групп с двух часов до 9 вечера мы просто сюда помещаем. В старом дворце спорта в школу находилась там одна. Плюс в Ледовом дворце у нас были развивалки, у нас был тренажерный игровой зал. И по времени было, конечно, удобнее, чем здесь. Но опять же за счет того, что здесь большая плотность. Кто вернется в дворец спорта и вернется ли в Министерстве спорта, пока тоже сказать не могут. Главная команда, со слов собственника, ворачивается в Титов-арену. Остальные года будем обсуждать в диалоге в зависимости от загруженности самого объекта. То есть, с одной стороны, бизнес, с другой – развитие хоккея, на который сейчас в крае делают ставку. И при всем при этом родители хоккеистов и фигуристов понимают владельцев дворца спорта. И чтобы пускать под свою крышу, он будет тех, кто ему выгоден. И вся эта ситуация заставляет их еще раз задуматься. Где Ледовая арена? Обещанная краем с 2011 года. Строительство Ледовой арены Алтай в этом году вновь не начнется. В Министерстве спорта пояснили, что сейчас проект на госэкспертизе. Зато в следующем году на работу уже заложены первые 100 миллионов. Примерные сроки возведения – 5 лет. Остается надеяться, что хоккеисты дождутся. При первой возможности покинет Барнаул и Алтай. Да? Да. А потому что условий здесь для этого нет. Развиваться некуда совершенно. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. А мы продолжим. Сложную щадящую операцию на сердце провели алтайские врачи под руководством астраханского кардиохирурга. Он приехал помочь своим коллегам освоить современные методики в области кардиохирургии. Наши врачи уже начали их применять, но это пока единичный случай. Почему и сколько человек в крае ежегодно нуждаются в таких операциях, расскажет Валентина Аскерова. Над пациентом колдуют 20 рук. Руководит бригадой алтайских врачей астраханский кардиохирург Игорь Чернов. У мужчины на операционном столе патология метрального клапана. С возрастом его сердце перестало перекачивать кровь в легкие. Пациента мучила дышка даже в состоянии покоя. Разрушающийся клапан требовал коррекции. Его сегодня корректируют и укрепляют щадящим путем, не распиливая грудину, а делая надрез. Если при обычной операции срок реабилитации две недели, то новая методика ставит на ноги уже через семь дней. Болевые ощущения меньше. Быстрее активность пациента наступает. Он быстрее встает, быстрее начинает ходить, быстрее приступать, так сказать. То есть меньше вероятность возникновения инфекции, когда мы распиливаем грудину. То есть инфекционные осложнения, которые встречаются в этой ситуации, это катастрофическая ситуация. То есть пациент может перенести операцию, но погибнуть от каких-то инфекционных осложнений. Это все как бы нивелируется, исключается. Если в Астраханской области подобные щадящие операции на сердце проводятся уже на протяжении 10 лет, то у нас на Алтае это направление только зарождается. Пока провели лишь 4 и дело не в отсутствии специалистов, а в недостаточном финансировании. Если в Астраханской области выделяют 5000 квот ежегодно, при потребности, правда, в 15 тысяч, то на Алтае гораздо меньше. В Астраханской области 5000 квот. Они федеральные, понимаете, они не регионарные квоты. Это федеральные квоты. А у нас краевые? А у нас краевые, да. Они работают с федеральным бюджетом. Ну, вы знаете, мы в регионе должны оказывать помощь не только больным заболеваниям сердца, но и больным с перитонитом, больными с травмами, больными с онкологическими заболеваниями. Ну, вы понимаете, что бюджет... Сейчас алтайские кардиохирурги стараются выбить федеральные квоты, ведь в подобных операциях ежегодно нуждаются тысячи жителей Алтайского края. А если делать такую операцию платно, то нужно заплатить около 300 тысяч рублей. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Родные мальчика сбитого на пешеходном переходе у торгового центра «Огни» просят барнаульцев не покупать медикаменты и не переводить средства. Ранее в сети появилась информация с просьбой о материальной помощи. Сейчас уже все необходимое собрано. Буквально за ночь неравнодушные помогли семье в приобретении целого списка вещей. Среди них пеленки, салфетки, лейкопластыри и конкретные препараты. Правда, сейчас с этой ситуацией разбирается Краевой Минздрав, ведь все это мальчику должна была предоставить больница. Состояние самого ребенка без изменений тяжелое. Вчера ему провели еще одну операцию, у мальчика лопнула селезенка. По сообщениям родных, у ребенка еще и открытый перелом ноги. Пока он в реанимации, но скоро, как говорят родственники, его должны перевезти в обычную палату. Мы продолжим следить за его состоянием. В Барнауле готовятся к установке первого пешеходного фонтана. Он будет расположен в сквере Панфиловцев. Там сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Через полтора месяца на территории также появятся детская и спортивные площадки, лавочки. Будут высажены деревья. О грандиозных планах расскажет Ирина Корчагина. Жизнь спального района скоро забьет ключом. В прямом смысле. Прямо из тротуара здесь заиграют 26 струй высотой до 9 метров. Фонтан будет с подсветкой. И самое интересное, он пешеходный. Раньше в сквере Панфиловцев тоже был фонтан, но уже старый и аварийный. Планируется детская площадка, спортивная площадка. На резиновом покрытии будут размещены качели, лавочки. И после того, как завершатся работы по устройству плиточного покрытия, к подготовке, будет своевременно смонтировано уже оборудование как раз для отдыха. На все работы было выделено 22,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. Причем жители города сами обратили внимание властей на этот сквер. В рамках проекта формирования комфортной городской среды около 9 тысяч человек проголосовали за то, что скверу необходим ремонт. Под благоустройство попала еще и аллея на Исакова. Кстати, следующее голосование на сайте администрации города запустят в конце октября. Это одно из любленных мест наших здесь жителей в микрорайоне. Поэтому мы очень ждем, когда наконец реализуются все наши предложения. Долгожданное такое событие мы ждем. Вот каждый раз гуляем, наблюдаем. Кстати, в крае это уже не первый пешеходный фонтан. Год назад такой появился в Бийске и сразу же завоевал любовь бичан. Но жители Барнаула смогут оценить новое культурное пространство уже в ноябре. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а Барнаул уже сейчас, причем не впервые в этом году, оказался во власти любителей Шукшина. В Театре драмы стартовал Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям Василия Макаровича. До 26 сентября на сцене свои спектакли представят театры Москвы, Твери, Омска и Новокузнецка. На открытие фестиваля побывала и Дарья Эйдемиллер. Сегодня в Барнауле воистину беспрецедентное событие. Впервые у нас в городе проходит первый Всероссийский фестиваль спектаклей по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Приедет более 200 участников. Артисты покажут 7 спектаклей. Но, естественно, всех вместить в наш зал театродрама не сможет. Поэтому для гостей устроили народное гуляние. Замечательная идея на родине Шукшина сделать театральный фестиваль. Потому что Шукшин очень театральный автор. И дело не в том, что он написал несколько пьес. И все его рассказы очень театральные, драматургичные. Да Иванушка, она меня звать будет. А я на тебя буду горб свой гнуть. А ху-ху, не ху-ху, бабуленька. Как считаете, Шукшин, он актуален все еще? Либо это все-таки... Я считаю, что актуален. Это все-таки он народный писатель. И поэтому людям очень он близок. И из-за этого люди идут на него на спектакли. Вы знаете, что происходит? Я не знала. Просто мимо шла и зашла. И все. И форштейш, преханзи дойч. Это такая выставочная история. Вообще фестиваль затевался для того, чтобы понять, вот как Шукшина читают в других регионах. Мы его воспринимаем так, в других регионах по-другому. Поэтому тут не может быть победителей. Мы это сделали специально, чтобы жители края могли понять, он наш только или он еще чей-то. Мы привезли спектакль и цирк по Шукшину. Очень волнительно, конечно. Москва по одному воспринимает. Мы очень волнуюсь, как примите его вы. И надеюсь, что мы не разносадуем вас и оправдаем ваши ожидания. Хорошо, давай так. Ты актер Дэвиденко, который будет исполнять роль Чередниченко. Да. Вот так я думаю. Вот думать, конечно, можно. Только как его сыграть, этого Чередниченко? Первый спектакль фестиваля и цирк Московского театра у Никитского моста увидел, кажется, весь Барнаул. В зале аншлаг. А вообще, организаторы говорят, что за время работы фестиваля постановки по произведениям Шукшина увидят 5000 человек. А завершится все постановкой от Театра наций. Но это будет только 26 сентября. Дарья Идемилер, Илья Халяпин. День с толком. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также в социальных сетях и подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok